Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok на озерке взяла грибов шампинь этот ну да это подождите это шо это как это шампиньоны да да вешенки тоже такие которые бросили шампиньоны вот килограмм не не килограмм тут где-то грамм 700 в магазине взяла своим кота какой-то новый корм и но он обычно всегда дорогой а это что-то на него акции были сальмонами ну вы поняли это как это по-русски сказать креветки до сальмоны в общем попробуем взяла тюлечку пряную тюлечку тюлечку или как она киечка тюлечка тюлечка вот красотища я просто не выдержал с пряностями вкусно так вот эту тюлечку взяла взяла две селедки такие хорошие жирненькие пока в мойку положу потом переложу и что я еще себе взяла я взяла килограмм клюквы обожаю клюкву и каждый раз думаю ничего себе не могу купить боже мой мало ли что завтра со мной произойдет а я и клюквы не надеемся правильно в общем я взяла клюкву я ее обожаю я ее часть заморожу мне мама говорит а что ты будешь с сахаром перетирать возьми говори часть заморозь когда тебе там хочется чайку попить немножко отсыпала в стаканчик кружечку она немножко подтаяла чуть-чуть туда сахарка вот так потолкти толкушкой такой чем не будет то хоть вилкой а потом горячей водой заливаешь и а такая вот вообще знаете это витамин c вот так выпрыгивает и и чашки его надо вот так вот хватайте быстренько пить чтобы эти витамины не различились кислятина нам жуткая кислятина но я обожаю обожаю клюкву так руки надо этим и ну все вот это такие новости ну что там вкратце расскажу пробежалась по озерке ребрышки свиные ребрышки которые были вот еще до недавно по 120 они даже сбрасывали 110 берите сегодня спросила 150 но опять же я спросила одного продавца может быть надо подойти там к 2 3 5 10 может быть там другая будет цена потом это еще зависит от дня недели если допустим во вторник пойти во второй половине дня торговли особо нет или в понедельник вообще когда рынок считается нерабочим но они все равно кое кто стоят продают надежде что кто-то все таки вот такие как я покупатели припрутся то вот там вот еще может быть в такой день а конечно когда вот я вот сегодня среда и я с утра подошла конечно там они еще цену держат 150 но все остальное не спрашивала потому что мне в принципе этой ребрышки не надо я брала уже и капустняк варила в общем-то мне пока не надо а так прошлась но тут это вот селедка тоже понедельник и и не было я в какой-то день пришла и почему-то это я сегодня решила что надо сегодня селедочки купить и тюлечки она ходил и в магазинах продается но тут мне больше нравится тут я могу попробовать если тюлечку хочется вот что еще пробежалась вот такая вот огромная хурма продается сколько же там у него 100 или 150 гривен но он говорит терпкая и это корму не очень а если она еще терпкая вот у говорят там замораживает разморожить фигня фигня на постном масле все это делала мне все равно не нравится она все равно то вяжет теплая в общем нет выбрасывать деньги что потом эксперименты это самое как авокадо возьмите то положить это заверните да ну чё я буду такие деньги платить что потом вот это заворачивать выворачивать это раскладывает обойдусь но что еще пробежалась я тряпки мне были не нужны ну так как то прошлась даже вот чай кофе тот продавец у которого я все время покупала кофе уже этого дядечки что-то я давно не вижу или торговли не идет он закрылся не знаю что то не видно вообще конечно даже озерка вот сегодня до среда казалось бы такой ну вроде бы как рабочий день очень очень мало и покупателей и продавцов а вообще сравнить как она была когда тогда когда-то в лучшие времена когда ряды были наставлены все и овощи были то теперь конечно с овощами раньше так вот так вот в том месте и овощи так вот они по периметру стояли и еще так вот были ряды а теперь вот эти же рядовые близко нет а даже а вот эти все это там через раз стоят также самое торговые сколько закрыта вот этих ангаров специально сделали там крытую с красивыми ангарами крыша что там чистенько тепленько у них ну вот проходишь там процентов 10 открыто все все остальное закрыто нет торговли нет торговли вообще под ногами что под ногами ну принципе в городе так тротуарчики расчищается в общем-то нормально он уже тает а тут в конце я выложу мы вчера вечером пошли в город немножко прогуляться посмотреть на падающий снежок но уже вечером что получилось что там конечно уличного освещения нет поэтому где-то подсвечивали фонариком где-то там ну как это от фар машин если так вот свет попадал то вот можно было так что сейчас я добавлю сюда вчерашнее вечернее видео падающий снег смотрите да так темно на улицах а хотела снять какой тут снежок хоть бери с собой прожектор и подсвечивай да ничего не видно снежок есть только показать никак его не могу этот снежок как же снежок показать никак снежок в темном городе ну чем догадываетесь можно подумать что снежок у нас черный снежок белый и ничего ж не видно чтобы даже руку вот набрать ничего не видать но поверьте действительно классно поверьте на слово конечно а вот а если вот так вот с фонарем во видите как снежок красотища еще и сыпи да вот так вот твой будет видно как сыпит снег о видно видно так что я не вру снег идет о прелесть какая красотища снежок хороший снежок ну правда наверно совсем такой снежок что-то чуть-чуть только намочила мою шкурку и все мне нравится все равно хорошо все равно хорошо ну видно же что снежок сзади меня видно и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok